Военные реконструкторы в горах Карачаева-Черкесии провели фестиваль в память о событиях 81-летней давности. В пятый раз Софийская поляна в Архизе становится полигоном для военно-исторического воспроизведения боёв за перевалы Северного Кавказа. Хотя оружие стреляло в холостую, эффект от восприятия происходящего был реальным. В этом убедилась Фатима Даурова. В зоркий взгляд опытного бойца вермахта из элитного отряда Эдельвейс с высоты выглядывает позиции соперников. Он присматривается к каждой расщелине скал, каждому выступу, дереву и камню, за которым им могут укрыться красноармейцы. В укреплённых позициях гитлеровцы чувствуют себя как дома в родных Альпах. До поры до времени, пока не начинается наступление солдат Красной Армии. Силы противника превосходят в два раза. Неравный бой гремит в урочище «Медвежья пасть» в Марухском ущелье. Советские войска идут в гору, пытаясь погасить немецкий пулемёт. На выручку 4-й горной дивизии с названием «Горячавка» через перевал Холега спускается и берет 1-й горно-стрелковой дивизии под названием «Одульвейс». Пули свистят, а земля дрожит. Наверное, так же, как в 1942 году, когда велись ожесточённые бои за каждый сантиметр земли. Достоверный сценарий конкретно этого боя был составлен по результатам 5-летней поисковой работы участников военно-исторической реконструкции. За две недели с начала фестиваля в ходе поисковых работ по долинам рек Маруха и Аксаут им удалось обнаружить останки более 14 погибших красноармейцев. «Это, наверное, закладывается с детства. Вот лично для меня это общение с моими предками, с моим дедом, с моими обоими дедами, которые прошли Великую Отечественную войну. Ну и, конечно же, воспитание родителями и последующее изучение истории. А вообще, наша задача в этом фестивале – это не дать забыть подвиг солдат, которые без малого подарили нам всем жизнь». Заоблачный фронт собрал около ста поисковиков из разных регионов России. В горах были установлены два базовых лагеря. Как отмечают организаторы, это способствует сохранению исторической памяти через интерактивные площадки и лекции, противостоянию фальсификации истории, популяризации альпинизма и поисковой работы среди молодежи. «Когда надеваешь на себя эту форму, примеряешь на себя, понимаешь, как нашим дедам было сложно воевать в таких условиях. Но, тем не менее, мы победили. Мы смогли показать, что русский солдат – он самый лучший. Россия состоит из множества народов, и каждый народ принял свое участие, вклад в победу, вклад в свой вложил». «Ведь немцы, если здесь оказались, значит, это была не слабая армия. Это армия, которую мы победили. Это действительно мощная и сильная армия. Мы победили ту армию, которая победила Францию, Бельгию, Голландию, Норвегию. То есть мы как бы победили тех, кто победил всю Европу». Этот живой урок истории прежде всего помогает понять, насколько значима победа в той войне. Ну и, конечно же, ощутить чувство гордости за героических дедов и прадедов, освободивших мир от фашизма. «Ощущения происходящего настолько реалистичны, что каждый залп, каждый выстрел отражается эхом не только от многовековых скал, архиза, но и в сердцах каждого зрителя, который увидел сегодняшнее представление. «Мне казалось, вот дети встанут, и сидели Тамила, Артём и Толик ещё вот Денисовы рядом, и не хотели вскочить на немцев. Я слышу, они переговариваются, говорят, сейчас давайте побежим на немцев и начнём их бить». Реакция пятилетнего Прохора – подтверждение правильности и необходимости таких визуальных походов в историю страны. «Россия всегда побеждает!» Фатима Даурова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаева, Черкесия.